Нет взаимопонимания с родными и близкими, кажется, как будто вы разговариваете на разных языках. И это правда. Знаете почему? Мы часто думаем, что разговор на разных языках, это когда мы говорим на китайском, а наш собеседник на французском. Но мы часто можем говорить на одном языке и при этом вкладывать в слова разные смыслы. Я рекомендую сделать две простые практики, которые уже помогут вам начать понимать и слышать друг друга. И первая практика. Спросите словами через рот о том, что для кого значит. Например, деньги. Что это для человека? Любовь, поддержка, дружба, предательство. Какие ценности у человека? Второе. Начните слушать человека. Не просто слушать, а слышать. А это значит, вам нужно убрать свои ограничивающие убеждения и ярлыки, которые вы сразу же вешаете с начала разговора. Больше об этом я буду рассказывать в своем исследовании. И если вам интересно попасть в это исследование, языки, общение и как научиться понимать себя и других, то пишите здесь в комментариях. И скоро я вам дам все подробности исследовательской группы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!